О браке, который продается под мировые бренды, прецедент рассказывает с завидной регулярностью. Но, к сожалению, ряды обманутых потребителей не скудеют. В чем причина? То ли мы не разборчивали, то ли транснациональным компаниям наплевать на тех, кто отдает предпочтение популярным торговым брендам. Или, возможно, против этого лома вообще не придумали эффективного приема. Значок Apple видим. Не Китай. Как видите, не китайская, не подделка. Значок iPhone. Компания из Новосибирска недавно то ли позабавила, то ли удивила нестандартным предложением. Мы подумали, что сейчас много девушек делают селфи. И вполне нормальное изображение селфи человека на памятнике. А памятник можно сделать в виде телефона. Идея неоднозначная, но, по крайней мере, живая. И уж наверняка помогла предприятию наглядно продемонстрировать современные технологии и их возможности. Гравировка в полный рост. 3D-портрет. А можно сделать такое, что нет ни у кого. В телефонном же бизнесе, похоже, наоборот. Ничего не меняется. Купил iPhone 5 на 32 гига. Купил потому, что там в два раза дешевле, чем на рынке на обычном. Девушка-продавщица говорит, что да, это новый телефон, они как бы запакованы и приходят с других стран. Я говорю, так телефон же, оказывается, на самом деле контрафакт полный. Неправда. Это вы его испортили, утопили. С февраля, когда прецедент в последний раз рассказывал про серые айфоны, к нашей редакции просто не зарастает тропа, проложенная любителями гаджетов. 19 мая я купил iPhone в организации AppleShopNSK.ru. Телефон проявил свою суть в первую же вечеру, перестал подключаться к Wi-Fi, возникли проблемы со звуком. Позже я еще в сервисном центре узнал, что у него и Bluetooth-модуля нет, соответственно, Bluetooth как таковой в нем вообще отсутствует. История действительно как из-под копирки. Печати AppleShop и SmartApple друг от друга отличаются настолько же ничтожно, как и от оригинала. Но если яркие яблочки висят на дверях, это не значит, что вас ожидает райский сад. В компании Apple знают, что вы под маркой Apple с их яблоком продаете гарантию? Мы не под маркой Apple. Мы продаем продукцию Apple. Везде, во всех салонах мобильной связи продается такая продукция. И мы не исключение, мы ее тоже продаем. А вот вы говорите, такая продукция. А какая продукция? Как новая. А, то есть она, это как бы как категория, как новая? Да, это у всех стоит пометка, как новая. Когда незадачливые покупатели начинают переводить отношения с продавцом в юридическую плоскость, выясняется, что общаются они не с американским Apple, а с русским предпринимателем. Изначально я шла к представителю компании Apple, потому что у них стоят такие же печати Apple вот этих всех магазинов, но никаких неправовых документов они ничего не предоставляют, они просто скрываются. Получили деньги и все. Клюнула на яблочную уловку и наша следующая героиня Лариса Артемихина. У меня сломался макбук Apple. Для того, чтобы отремонтировать его, я выбрала специализированный сервис Apple Service в торговом центре Аура на военной 5. Девушке пришлось почти две недели провисеть на телефоне, пока не выяснилось, что ремонт, оцененный в 29 тысяч рублей, так и не выполнен. Каждый раз в этом сервисном центре были разные менеджеры. И каждый менеджер говорил свою историю. И каждый раз информация была совершенно разной. У сети приемных пунктов, работающих под именем Apple Service, есть сайт. На нем можно узнать, что все это на самом деле не Apple Service, а, как и в других случаях, некий индивидуальный предприниматель. А вы вообще авторизованный сервисный центр? Мы специализированный сервисный центр. Как? Специализированный. По данным официального сайта Apple, в Новосибирске авторизованных сервисных центров всего три. А про специализированный центр там вообще ничего не сказано. Но именно в таком центре набрались наглости, продержав технику без ремонта две недели, предложить клиентке все сделать быстро, если она доплатит 50% за срочность. Теперь Лариса намерена добиться даже не материальной компенсации. Просто-напросто пускай данная организация в настоящее время и в последующее не вводит в заблуждение людей, и чтобы они убрали слово Apple со своего названия. Организация, которая рекламирует себя недобросовестно, может получить взыскание со стороны государственных органов и может быть обязана переименовать себя таким образом, чтобы не использовать в своем названии, в своей рекламе те элементы, которые вводят потребителя в заблуждение. В принципе, если бы у вас какой-нибудь орган государственный попросил это название снять, вы бы согласились или бы оспаривали свое право так называться? Может быть и сняли бы, если это что-то нарушает. Я даже не понимаю, в чем здесь проблема-то. Кто тут способен навести порядок? Роспотребнадзор и хочет помочь айфонофилам, но не успевает. Пойдут искать хитрого индивидуального предпринимателя, а его уже и нет. В полиции заявления принимают, но до уголовных дел не доводят. По данным главного управления МВД по Новосибирской области, за 2016 год выявлено 7 административных правонарушений, связанных с незаконным использованием чужих товарных знаков и лишь одно уголовное преступление. Да и то по истории с реализацией алкогольной продукции. Чтобы работать по таким делам, полиции требуется заявление правообладателя. Судя по тому, что запрос прецедентов в Apple Россия так и остался без ответа, рвение в этом вопросе гигант не проявляет. Не всегда правообладатель хочет себя защищать. Ему это не всегда интересно. Компании, крупные мировые бренды, честно говорили, мы не хотим тратить время и деньги на это. Во-первых, во-вторых, контрафакт – это дополнительная реклама. Может быть, не очень хорошая, но тем не менее, все равно реклама. Продолжение следует...